Про внутреннюю политику. Она ведь сиждается не только на ШДК, а есть другие сравнительно культурные методы ее внедрения в массы. На это у нас есть цельный министр культуры. И, кстати, интересно, мы довольно долго не замечали Владимира Мединского, ну почему не замечали, потому что слишком смехотворный персонаж. Все-таки у нас серьезный проект, даже многие считают путинским проектом, ну как бы ниже уровня Парамединского делать. Но он все-таки количеством, он набрал качество и набрал серьезных очков даже уже в глазах господина Хорошего. Ну вот сейчас я несколько штрихов к его портрету, мы посмотрим в сюжете номер 108. Сергей ДовлатРа, безусловно, это выдающееся литературное явление второй половины 19 века, к большому сожалению. Потому что я отключил интернет у детей на телефонах. То есть он как телефон работает, а как телефон работает, а как он работает, не работает. У нас есть прессия? Есть прессия? Есть прессия? Есть прессия, есть прессия? Плохо. Тогда, как вы говорите, более, менее интересная, может оттекать. Мы снимаем кино по принципу «Добрашка до внешнего». Клютивная короба моя была. Шереметьево-посло, Шереметьево-посло, Шереметьево-просло. Вот «Левиафан». Фильм с технологической точки зрения, то есть игра актеров, музыка, грамотская работа, построение актерологии, он сделан очень плавно. Но при этом ощущение после окончания прослок к нему, он просто как-то душу. Чем можно напевать в душу министра какой-то «Арканской премии»? Получилось, когда приз «Арканского премии» фестиваля «Сценарий». Ну, садя, 1,6 миллиарда на этот год, которые, правда, до Крыма еще не дошли. Но зато детально расписаны вплоть до копейки. Ну, расписано, а деньги-то мне. Вот это вот уже настоящий креатив. Ну, нет, то, что он переместил Довлатова в 19 век, министр культуры, это так, рабочий момент. А вот это действительно, этот вот крест появился на мемориале в Катыни, уже при Мединском. Ну, к чему это? Собственно, наши деды не только поляков мочили, но и самих себя. Причем поляков, напомню, не символы всех религий, им агендуют там полумесяц, вот, и фамилии всех-всех погибших. А у нас только православный крест, зато красный. Вот, и вспомним всех примерно написан, и ни одной фамилии нет. Ну, номер посвящен конкретной миссии, значит, нашего министра, исторической миссии. Потому что он подвижнически переписывает историю, а свои версии канонизирует. Итак, жанр антинарод. Номер называется «Все культурненько», но это не по Высоцкому, это по Пушкину из Бориса Годунова. Итак, «Все культурненько». «Все культурненько», но это не по Высоцкому, это не по Высоцкому, это не по Высоцкому, это не по Высоцкому. Еще одна последняя цитата. И ляжет диссертация моя на стол суда ученого совета, на зло врагам, завистникам на зло. Исполнен долг, возложенный гарантом на плечи мне. Недаром наших лет свидетелем я стал и летописцем, смирив себя молитвой и постом. Ну, в смысле, не постом, когда нельзя жрать пармезан, хамон и санкционку, а должностью министра по культуре, великим и заслуженным постом. С чего я начал? Написал труды о мифах и поклепах на Россию, ведь в мире представление о нас основано на лжи и злобных мифах. Есть подлецы из самых разных стран, что утверждают, правде не внимая, как будто бы в России много пьют. Есть сволчи такие, мне поверьте, кто говорит, что здесь у нас воруют. Что Сталин был убийцей, что Иван был грозным, прозван не за доброту, а якобы кого-то укокошил. С истории я пыль веков стряхнул, правдиво и переписал сказания, чтоб ведали потомки православной земли родной минувшую судьбу. Своих владык великих поминали хорошими культурными словами за их труды, за славу, за добро, а про грехи, про темные деяния забыли. Потому что это миф, история, культура. Этих слов мне трепетно и радостно звучание, Ведь я еще вчера, простой учитель, не понимая, их произносил, а нынче их бюджетом окормляю. Тому, кто Рашку обзовет говняшкой, недавно злобный паскель ничего. Пускай бесплатно прибивают яйца Грущатки Красной площади, козлы. Искусство. Историческая правда. Еще скажите, правда о войне. Еще скажите, что не все герои, кто жил до нас и кто нас породил, вот взять музей в Перми. Музей Кулага. Там что? Лишь заключенные сидели? И мы должны за это их любить? А как же те, что с ружьями стояли на вышках в злую стужу и метень? Уже ли они, скажите, недостойны людской любви и памяти людской? Короче, так. Отныне только я пишу для вас учебники и книги. Все остальное вымысел и миф. А кто помянет прошлое теперь, как то, что я сказал, переначит, тот гнусный враг народу своему, кощунник, лгун и пятая колонна. Не православный и не человек. Переписать историю нельзя, поскольку я уже проделал это. И в Кремль отнес поклонной головою, и государь одобрил этот труд. А выше кто? А выше только Бог. Противу кто? Никто. Здесь глупых нет. А если есть, то конченые мрази, которые надумали считать панфиловцев и жертвы сталинизма. Считайте, что же! Только знайте, гады, что царь давно вас всех пересчитал и знает всех в лицо и поименно, кто ставил лайки гнусному орлушу. И господин хороший посещал. Светает, мне пора. Пойду работать. Пойду писать. И о будущих веков. О том, как нынче жизнь идет в России. Богата. Беззаботна и мирна. Пока скоты и конченые мрази там не насочиняли всяких мифов про Боинг и Сирийскую войну. Любимая короба моя была. Москва, Шереметьево. Вот, Левиафан. Фильм с технологической точки зрения то есть игра актеров, музыка, грамотская работа, построение гранатургии. Сделано очень мало. Но при этом ощущение после окончания прослока к нему, вопросов как в душу. Чем можно напевать в душу министра Кольдова? Каннской премии. Получилось, что, как при сказке, фестиваль, я знаю, сценарий. На саде 1,6 миллиарда на этот год, которые, правда, до Крыма еще не дошли. Но зато детально расписаны вплоть до копейки. Ну, расписано. Деньги-то мне. Не деньги. Так и поспеси. Митер с культурой. У вас есть листья? Есть листья? Проседисты, но... Плохо. Ну, да, вот это вот уже настоящий креатив. Тут нет, то, что он переместил до Влатова в 19-й век, министр культуры, за так, рабочий момент. А вот это действительно, этот вот крест появился на мемориале в Катыни уже при Мединском. Ну, к чему это? Собственно, наши деды не только поляков мочили, но и самих себя. Причем поляков, на память, не символы всех религий, им агендуют там полумесяц. Вот. И фамилии всех-всех погибших. А у нас только православный крест, зато красный. Вот. Ну, в смысле, не по стол, когда нельзя жрать пармезан, хамон и санкционку. А должностью министра по культуре, великим и заслуженным постом. С чего я начал? Написал труды о мифах и поклепах на Россию. Ведь в мире представление о нас основано на лжи и злобных мифах. есть подлецы есть подлецы из самых разных стран, что утверждают, правде не внимая, как будто бы в России много пьют. Есть волчи такие, мне поверьте, кто говорит, что здесь у нас воруют. что Сталин был убийцей, что Иван был грозным, прозван не за доброту, а якобы кого-то укокошил. С истории я пыль веков стряхнул, правдиво и переписал сказания, чтоб ведали потомки православной земли родной минувшую судьбу. Своих владык великих поминали хорошими культурными словами за их труды, за славу, за добро, а про грехи про темные деяния забыли, потому что это миф, история, культура. Этих слов мне трепетно и радостно звучание, ведь я еще вчера простой учитель, не понимая их произносил, а нынче их бюджетом окормляю тому, кто рашку обзовет говняшкой. Недавно злобный паскель ничего, пускай бесплатно примивают яйца грущатки Красной площади козлы. Искусство, историческая правда, еще скажите, правда о войне, еще скажите, что не все герои, кто жил до нас и кто нас породил, вот взять музей в Перми, музей Кулага, там что, лишь заключенные сидели, и мы должны за это их любить, а как же те, что с ружьями стояли на вышках, в злую стужу и метень, уже ли они, скажите, недостойны людской по правонутреннюю политику. Она ведь сидится не только на ШДК, есть другие сравнительно культурные методы ее внедрения в массы. На это у нас есть цельный министр культуры. И, кстати, интересно, мы довольно долго как бы не замечали Владимира Ледицкого, ну, почему не замечали, потому что слишком смехотворный персонаж. Все-таки у нас серьезный проект, у нас же многие считают путинским проектом, да, ну, как бы ниже уровня Парамединского делать. Но он все-таки количеством он набрал качество и набрал серьезных очков даже уже в глазах господина Хорошего. Ну, вот сейчас я несколько штрихов к его портрету, мы посмотрим в сюжете номер 108. Сергей Довлатов, безусловно, это выдающаяся литературное явление второй половины 19-го века, к большому сожалению. Потому что я отключил интернет у детей на телефонах. То есть как телефон работает, а как телефон работает, а как интернет не работает. Есть ли есть ли есть ли есть ли есть ли есть ли литературное Плохо. Тогда вы говорите, менее интересное уже вытекает. Или снимают кино по принципу доброшкой давнешкой, да? И вспомним всех примерно написанной ни одной фамилии нет. Но номер посвящен конкретной миссии нашего министра, исторической миссии. Потому что он подвижнически переписывает историю, о своей версии канонизирует. Итак, жанр антинарод. Номер называется «Все культурненько», но это не по-высоцкому. Это по Пушкину из Бориса Годунова. Итак, «Все культурненько». «Все культурненько». Еще одна последняя цитата и ляжет диссертация моя на стол суда ученого совета, на зло врагам, завистникам на зло. Исполнен долг возложенный гарантом на плечи мне. Недаром наших лет свидетелем я стал и летописцем смирив себя молитвой и постой.